Опытный образец нового отечественного пассажирского самолета Ил-96-400М на 370 мест показали помощнику президента России Максиму Орешкину, который побывал в Воронеже с рабочим визитом. Сборка этих дальнемагистральных широкофюзеляжных лайнеров, а еще производством комплектующих к другим моделям отечественных самолетов и их сервисным обслуживанием занимаются на одном из крупных предприятий авиастроительной отрасли – ВАСО. Помимо этого, компания активно работает над производством пилонов и мото-гондол – корпусов для двигателей практически всех типов самолетов. Центры специализации по их изготовлению, а также цех окончательной сборки как раз и продемонстрировали Максиму Орешкину и губернатору Александру Гусеву. Директор Воронежского авиазавода Станислав Греченко отметил, высокий спрос на такие мото-гондолы потребовал возведения дополнительного цеха. Его открытие запланировано на 2026 год. Познакомился помощник президента и с перспективными региональными брендами. Их представили воронежские производители на центральном рынке. Начиная от российской марки женской одежды и семейной кондитерской до деликатесов из диких видов рыб и анимационных мультфильмов. В ходе презентации поговорили и о мерах господдержки малого и среднего предпринимательства. В регионе для этого создан центр «Мой бизнес». Плюс действует ряд дополнительных мер от областного правительства. Мы все формы поддержки используем. Прежде всего, конечно, мы ориентируемся на инвестиционные процессы. И, в принципе, вся компания, даже малая, они у нас такую поддержку получают. Кто-то получил возможность компенсации затрат на выставку за рубежом. Кто-то получил прямую субсидию на начало своего бизнеса. Мне кажется, эффективность таких процессов инвестиционных, она гораздо выше, чем поддержки глобальных игроков. Здесь небольшие деньги дают очень хороший результат и высокую занятость. Мы видим, сколько людей работают на предприятиях. Поэтому, конечно, мы фокус внимания не будем снижать именно с этих небольших компаний, которые, надеюсь, будут вырастать у таких глобальных игроков. Не важно, маленькая ли компания, большая ли компания, если она делает качественный продукт, если она делает его с душой, если она делает для людей, то это очень здорово. И таким предпринимателям большое спасибо. Ведь, на самом деле, по-многому от того, как они сработали последние два года, и это и есть главная причина того, что российская экономика так себя хорошо проявила при санкционном давлении, при уходе западных компаний с российского рынка. Именно благодаря нашим предпринимателям, тем производствам, которые они создали, у нас экономика движется вперед, развивается и растет такими уверенными темпами.